книга судей израилевых глава 1 по смерти иисуса вопрошались сыны израилевы господа говоря кто из нас прежде пойдет на ханане воевать с ними и сказал господь иуда пойдет вот я предаю землю в руки его иуда же сказал симеону брату своему войди со мной в жребий мой и будем воевать с хананеями и я войду с тобой в твой жребий и пошел с ним симеон и воевал иуда и предал господь хананеев и ферезеев руки их и побили они из них везеки десять тысяч человек везеки встретились они садане и везеком сразились с ним и разбили хананеев и ферезеев адониев зек побежал но они погнали за ним и поймали его и отсекли большие пальцы на руках его и на ногах его тогда сказал адони вазек 70 царей с отсеченными на руках на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим как делал я так и мне воздал бог и привели его в иерусалим и он умер там и воевали сыны иудины против иерусалима и взяли его и поразили его мечом и город предали огню потом пошли сыны иудины воевать с хананеями которые жили на горах и на полуденной земле и на низменных местах и пошел иуда на хананеев которые жили в хевроне имя же хевроны было прежде кириаф арбы и поразили шишая ахимана и фалмая от рода инакова оттуда пошел он против жителей давира имя давиру было прежде кириаф сефер и сказал халев кто паразит кириаф сефер возьмет ему тома дам ахсу дочь мою жену и взял его гефаниил сын кеназа младшего брата халевого и халева отдал жену ему ахсу дочь свою когда надлежало ей идти гефаниил научил ее просить у отца ее поле и она сошла сосла халев сказала что тебе ахса сказала ему дай мне благословение ты дал мне землю полуденную дай мне источники воды и дал ей халев пожелание источники верхние источники нижние и сыны и афорокине я и на тесте моисеева пошли из города пальм с сынами иудинами в пустыне иудину которая на юг от арада и пришли и поселились среди народа и пошел иуда с симеоном братом своим и поразили хананеев жив шефафе и предали его заклятию и оттого называется город сей хорма иуда взял тоже газу с пределами ее аскалон с пределами его и крон с пределами его и азот с окрестностями его господь был сиудою и он овладел горою но жителей долины не мог прогнать потому что у них были железные колесницы и отдали халеву хеврон как говорил моисей получил он там в наследие три города сынов инаковых и изгнал оттуда трех сынов инаковых но и в усеи в которой жили в иерусалиме не изгнали сыны вениаминова и живут и в усеи с сынами вениамина в иерусалиме до сего дня и сыны иосифа пошли также на вифель и господь был с ними и остановились и высматривали сыны иосифов и вифель имя же городу было прежде луз и увидели стражи человека идущего из города и взяли вы и сказали ему покажи нам вход в город и сделаем с тобой милость он показал им вход в город и поразили они город мечом а человека сего и все родство его отпустили человек сей пошел в землю хитеев и построил там город и нарек ему имя луз это имею до сего дня и монасты не выгнала жителей бефсана которые есть скифополь и зависящих от него городов фанаха и зависящих от него городов жители дары и зависящих от него городов жители и в лиама и зависящих от него городов жители мегидона и зависящих от него городов и остались ханане и жить в земле сей когда израиль пришел в силу тогда сделал хананеев данниками но изгнать не изгнал их и ефрем не изгнал хананеев живущих в Газере, и жили Хананеи среди их в Газере, и платили им дань. И Завулон не изгнал жителей Кетрона, и жителей Наглола, и жили Хананеи среди их, и платили им дань. И Асир не изгнал жителей Акко, которые платили ему дан, и жителей Дора, и жителей Сидона, и Ахлава, и Ахзива, Хелва, Афека, и Рехова. И жил Асир среди хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. И нефалим не изгнал жителей Вевсамиса и жителей Бефанафа, и жил среди хананеев, жителей земли той. Жители же Вевсамиса и Бенаафа были его данниками. И стеснили Амарея сынов Дановых в горах, ибо не давали им сходить на долину. И остались Амареи жить на горе Херес, где медведи и лисицы, в Аколоне и Шаолиме. Но рука сынов Иосифов одолела Амареев, и сделались они данниками им. Пределы Амареев от возвышенности, окровим, и от силы простирались и далее. Судей, глава 2. И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и Вифиль и к дому Израилеву. И сказал им, так говорит Господь, я вывел вас из Египта и вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек. И вы не вступайте в союз с жителями земли сей, богам их не поклоняйтесь. Из вояния их разбейте, жертвенники их разрушьте. Но вы не послушали глаза моего. Что вы это сделали? И потому говорю я, не стану уже переселять людей сих, которых я хотел изгнать. Не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. От сего и называет то место Бахим. Там принесли они жертву Господу. Когда Господь распустил народ, и пошли сыны Израилевы, каждый в свой дом и каждый в свой удел, чтобы получить наследие землю. Тогда народ служил Господу во все дни Иисуса и во все дни старейшин, которых жизнь продлилась после Иисуса, и которые видели все великие дела Господни, какие он сделал Израилю. Но когда умер Иисус, сын Авин, раб Господень, будучи 110 лет, и похоронили его в пределе удела его, в Амнаф, в сарае, на горе Ефремовой, на север от горы Гааша. И когда весь народ, он и отошел к отцам своим и восстав после них другой род, который не знал Господа и делал его, какие он делал Израилю. Тогда сыны Израилевы стали делать злое перед очами Господа и стали служить Ваалам. Оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, богам народов, окружавших их, и стали поклоняться им и раздражили Господа. Оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартом. И воспылал гнев Господень на Израиле, и предал их в руки грабителей, и грабили их, и предал их в руки врагов, окружавших их, и не могли уже устоять перед врагами своими. Куда они не пойдут, рука Господня везде была им во зло, как говорил им Господь, и как клялся им Господь. Им было весьма тесно. И воздвигал им Господь судей, которые спасали их от рук грабителей их. Но и судей они не слушали, а ходили блудно вслед других богов и поклонялись им, и раздражали Господа. Скоро уклонялись от пути, в коем ходили отцы их, повинуясь заповедям Господним. А они так не делали. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во последние судьи. Ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклонялись к другим богам, служа им и поклоняясь им. Не отставали от дел своих и не отступали от строптивого пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиле. И сказал он, за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего. И я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус Сын на винной земле, когда умирал, чтобы искушать ими Израиля. Станут ли они держать все пути Господни и ходить по нему, как держались отцы их, или нет? И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса. Судей, глава третья. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян, всех, которые не знали о всех войнах хананских. Для того только, чтобы знали и учились в войне последующие роды сынов Израилевых, которые прежде не знали ее. Пять владельцев филистимских, все хананеи, седоняне и ивеи, живущие на горе Ливане, от горы Ваал-Ярмона до входа в Ямав. Они были оставлены, чтобы искушать ими израильтян, и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, которые он заповедал отцам их через Моисея. И жили сыны Израилевы среди хананеев, хитеев, амареев, ферезеев, евеев, гергесеев и ивусеев. И брали дочерей их себе в жены, и своих дочерей отдавали за сыновей их, и служили богам их. И сделали сыны Израилевы злое перед дочами Господа, и забыли Господа Бога своего, и служили Ваалом и Астартом. И воспылал гнев Господень на Израиле, и предал их в руки Хусар Софема, царя Месопотамского. И служили сыны Израилю Хусар Софемом восемь лет. Тогда возопили сыны Израилевы Господу. И возил Господь Спасителя сынам Израилю, который спас их Гефаниила, сына Кеназа, младшего брата Халевого. На нем был Дух Господень, и был он судьей Израиля. Он вышел на войну против Хусар Софема, и предал Господь в руки его Хусар Софема, царя Месопотамского, и преодолела рука его Хусар Софема. И покоилась земля сорок лет, и умер Гефаниил, сын Кеназа. Сыны Израилев опять стали делать злое перед очами Господа, и укрепил Господь Еглона, царя Моавицкого, против израильтян, за то, что они делали злое перед очами Господа. Он собрал к себе всех аммонитян и амаликитян, и пошел и поразил Израиля, и овладели они городом Пальм. И служили сыны Израилю Еглону, царю Моавицкому, восемнадцать лет. Тогда возопили сыны Израилевы к Господу, и Господь возникнул ему спасителя Аода, сына Геры, сына Иминиева, который был левша. И послали сына Израилевы с ним дары Еглону, царю Моавицкому. А Аод сделал себе меч с двумя острыми остриями, длиной в локоть, и припоясал его под плащом своим к правому бедру. И пришел и поднес дары Еглону, царю Моавицкому. Еглон же был человек очень тучный. Когда поднес Аод все дары и проводил людей, принесших дары, то сам возвратился от устуканов, которые в Галгалии, и сказал, «У меня есть тайное слово до тебя, царь». Он сказал, «Тише». И вышли от него все стоявшие при нем. А Аод вошел к нему, он сидел в прохладной горнице, которая была у него отдельно. И сказал Аод, «У меня есть за тебя, царь, слово Божие». И Глон встал со стула перед ним. Когда он встал, Аод простер левую руку свою и взял меч справа бедра своего и вонзил его в чрево его. Так что вошла за острием и рукоять, и туг закрыл острие. Ибо Аод не вынул меча из чрева его, и он прошел в задние части. И вышел Аод в преддверие, и затворил за собой двери горницы, и замкнул. Когда он вышел, рабы и Глона пришли и видят, вот двери горницы замкнуты, и говорят, верно он для нужды в прохладной комнате. Ждали довольно долго, но видя, что никто не отпирает двери горницы, взяли ключ и отперли, и вот господин их лежит на земле мертвый. Пока они недоумевали, Аод между тем ушел, и никто о нем не думал. Прошел мимо истуканов, и спасся в Сеерав. Придя же в землю Израилеву, Аод вострубил трубой на горе Ефремовой, и сошли с ним сыны Израилевы с горы, и он шел впереди их. И сказал им, идите за мною, ибо предал Господь Бог врагов ваших, мавитян, в руки ваши. И пошли за ним, и перехватили переправу через Иордан к Маву, и не давали никому переходить. И побили в то время мавитян около десяти тысяч человек, все здоровых и сильных, и никто не убежал. Так смирились в тот день мавитяне перед Израилем, и покоилась земля восемьдесят лет, и был Аод судьей их до самой смерти. После него был Самигар, сын Анафов, который шестьсот человек филистимлян побил Валоем Рожном, и он также спас Израиля. Судей. Глава четвертая. Во время была судьей Израиля Девора, пророчества, жена Лапидофона. Она жила под пальмою Девориною, между Рамой и Вифилем на горе Ефремовой, и приходили к ней туда сыны Израилевы на суд. Девора послала и призвала в Арака, сына Авинаамова, из Кедеса Нефалимова, и сказала ему, «Повелевает тебе Господь Бог Израилев, пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой десять тысяч человек и сынов Нефалимовых и сынов Завулоновых, а я приведу к тебе к потоку Кессону Сесарова и начальника Явинова, и колесницы его, и многолюдное войско его, и предам его в руки твои». Варак сказал ей, «Если ты пойдешь со мною, пойду, а если не пойдешь со мною, не пойду, ибо я не знаю дня, в который пошлет Господь Ангела со мною». Она сказала ему, «Пойти, пойду с тобой, только знай, что не тебе уже будет слава на всем пути, в которые ты идешь, но в руки женщины предать Господь Сесару». И встала Девора и пошла с Вараком в Кедес. Варак созвал Завулонян и Нефалимлян в Кедес, и пошли вслед за ним десять тысяч человек, и Девора пошла с ним. Хезер Кениянин отделился тогда от Кениян сынов Хавава, родственника Моисеева, и раскинул шатер своего Дубрава в Саанними, близ Кедеса. И донесли Сесаре Варак, сын Аминаавов, взошел на гору Фавор. Сесар осавзал все колесницы свои, девятьсот железных колесниц, и весь народ, который у него нахорошев Гаима, и к потоку Кессону. И сказала Девора Вараку, «Встань, ибо это тот день, в который Господь предаст Сесару в руки твои. Сам Господь пойдет пред тобою». И сошел Варак с горы Фавора, и за ним десять тысяч человек. Тогда Господь привел в замешательство Сесару и все колесницы его, и все ополчение его от меча Варакова. И сошел Сесара с колесницей своей, и побежал пеший. Варак преследовал колесницы его, и ополчение дохорошев Гаима. И пало все ополчение Сесаре на отмечание, осталось никого. Сесара же убежал пеший в шатер Иоили, жены Хавера Кенияина, ибо между Иоавином, царем Ассорским, и домом Хавера Кенияина был мир. И вышла Иоиль навстречу Сесаре, и сказала ему, «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром своим. Сесара сказала ей, «Дай мне немного воды напиться, я пить хочу». Она развязала мех с молоком и напоила его, и опять покрыла его. Сесара сказал ей, «Стань у дверей шатра, если кто придет и спросит у тебя, и скажет, нет ли здесь кого?» Ты скажи, «Нет». Иоиль, жена Хавера, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою, и подошла к нему тихонько, и вонзила кол в висок его, так что приколола к земле, а он спал от усталости и умер. И вот ворак гонится за Сесарою. Иоиль вышла навстречу ему и сказала ему, «Войди, я покажу тебе человека, которого ты ищешь». Он вошел к ней, и вот Сесара лежит мертвый, и кол в виске его. И смирил Господь Бог в тот день Иовина, царя Хананского, перед сынами Израилевыми. Рука сынов Израилевых усиливалась более и более над Иовином, царем Хананским. Да коли не истребили они Иовина, царя Хананского. В тот день воспела Девора и ворак, сын Авинаамов, сими словами. Израиль отмщен, народ показал рвение, прославьте Господа. Слушайте, цари, внимайте, вельможи, я Господу, я пою, брецаю Господу Богу Израилеву. «Когда выходил ты, Господи, из Сеира, когда шел с поля Едомского, тогда земля тряслась, и небо капало, и облака проливали воду. Горы таяли от лица Господа, даже эта стена от лица Господа Бога Израилева. Во дни Самигара, сына Анафова, во дни Иаили были пусты дороги, и, ходившие прежде путями прямыми, ходили тогда окольными дорогами. Не стало обитателей в селениях у Израиля, не стало, доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле. Избрали новых богов, а то война у ворот. Виден ли был щит и копье у сорока тысяч Израиля? Сердце мое к вам, начальники Израилевы, и к ревнителям в народе прославьте Господа. «Ездящие на ослицах белых, сидящие на коврах и ходящие по дороге, пойте песнь среди голосов, собирающих стадо при колодезях. Там да воспоют хвалу Господу, хвалу вождям Израиля». Тогда выступил ко вратам народ Господень. «Воспряни, воспряни, Девора, воспряни, воспряни, воспой песнь. Восстань, ворак, и веди пленников твоих сын Авинаамов». Тогда немногим из сильных подчинил он народ. «Господь подчинил мне храбрых. От Ефрема пришла укоренившаяся. Пришли в земле Амалика. За тобой Вениамин среди народа твоего. От Махиры шли начальники и от Завулона, владеющие тростью песа. И князя Изсахарова с Деворою, и Изсахар, так же как ворак, бросился в долину пеший. В племенах Рувимовых большое разногласие. «Что сидишь ты между овчарнями, слушая блеяния стад?» В племенах Рувимовых большое разногласие. Галат живет спокойно с Иорданом, и Дану, чего бояться с кораблями. Асир сидит на берегу моря, и у пристани своих живет спокойно. Завулон народ, обрегший душу свою на смерть, и не фалим на высотах поля. Пришли цари и сразились. Тогда сразились цари ханаанские фаннахи, увод мегеддонских, но не получили немало серебра. С неба сражались, звезды с путей своих сражались с Сесарою. Поток кессон увлек их, поток кедумим, поток кессон. Попирай, душа моя, силу. Тогда ломались копыта конские от побега, от побега сильных его. «Проклините мироз», — говорит ангел Господень, — «проклините! Проклините жителей его за то, что не пришли на помощь Господу, на помощь Господу с храбрыми. Да будет благословенно между женами Иоиль, жена Хевера Кениянина, между женами в шатрах, да будет благословенно. Воды просил он, молока подала она. В чаши вельможеской принесла молока лучшего. Левую руку свою протянула к колу, а правую свою — к молоту работников. Ударила Сесару, поразила голову его, разбила и пронзила висок его. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. В окно выглядывает и вопит мать Сесарина сквозь решетку. Что долго не идет конница его, что медлит колеса колесниц его. Умная из ее женщин отвечает ей. И сама она отвечает на слова свои. Верно. Они нашли и делят добычу по две девицы на каждого воина. В добычу полученная разноцветная одежда, Сесаре. Полученная в добычу разноцветная одежда, вышитая с обеих сторон, снятая с плеч пленника. Так да погибнут все враги твои, Господи. Любящие же его, да будут как солнце, восходящее во всей силе своей. И покоилась земля сорок лет. Судей, глава шестая. Сыны Израилева стали опять делать злое перед очами Господа. И предал их Господь в руки мадинитян на семь лет. Тяжела была рука мадинитян над Израилем. И сыны Израилевы сделали себе от мадинитян ущелье в горах, и пещеры, и укрепления. Когда посеет Израиль, придут мадинитяне, и америкитяне, и жители Востока. И ходят у них. И стоит у них шатрами, и истребляет произведения земли до самой газы. И не оставляет для пропитания Израилю ни овсы, ни вала, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим, и с шатрами своими. Приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа. И ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадинитян, и возопили сына Израилевы Господу. И когда возопили сына Израилевы Господу на мадинитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым, и сказал им, «Так говорит Господь Бог Израилев, Я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас из руки египтян, из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас, и дал вам землю их. И сказал вам, Я, Господь Бог ваш, не чтите богов Аммарийских, в земле которых вы живете, но вы не послушали глаза моего». И пришел ангел Господень и сел в офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сына его Гедеон выколачил тогда пшеницу, втащили, чтобы скрыться от мадинитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный!» Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Говоря из Египта, вывел нас Господь. Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадинитян. Господь, возрев на него, сказал, «Иди с оттую силою Твоею и спаси Израиля от руки мадинитян. Я посылаю Тебя!» Гедеон сказал ему, «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене монастином самое бедное, и в доме отца моего я младший!» И сказал ему Господь, «Я буду с тобой, и ты поразишь, мадинитян, как одного человека!» Гедеон сказал ему, «Если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколе я не приду к тебе и не принесу дара моего, и не предложу тебе!» Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего!» Гедеон пошел и приготовил козленка и опресноков, изъев у муки мясо, положил в корзину и похлебку влил в горшок, и принес к нему под дуб и предложил. И сказал ему Ангел Божий, «Возьми мясо и опресноки и положи на сей камень, и вылей похлебку». Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опреснокам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресноки, и Ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это Ангел Господень, и сказал Гедеон, «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел Ангела Господня лицом к лицу!» Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, не умрешь!» И устроил там Гедеон жертвенник Господа, и назвал его Иегова Шалом. Он еще до сего дня в Офре Авеезерве. «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего, и другого тельца семилетнего, и разрусь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему, явившемуся тебе на вершине скалы сей, в порядке, и возьми второго тельца, и принеси во все сожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гедеон взял десять человек из рабов своих, и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем? Он боялся домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во все сожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг к другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали, и сказали, «Гедеон, сын Иоасов сделал это!» И сказали жителей города Иоасу, «Выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем». Иоас сказал всем приступившим к нему, «Вам ли вступать за Ваала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». И стал звать его с того дня Иераваалом, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. «Между тем все амадинитяне, амаликитяне и жители Востока собрались, вместе перешли реку и стали станом на долине Израильской. И дух Господень объял Гедеона, он вострубил трубою, и создано было племя Авиазерова идти за ним. И послал послов по всему колену Монассиину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов кассиру, завулону Нефалиму, и сии пришли навстречу им. И сказал Гедеон Богу, «Если ты спасешь Израиля рукой моей, как говорил ты, то вот, я растелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле суха, то буду знать, что спасешь рукой моей Израиля, как говорил ты». Так и сделалось на другой день. Стал рано, он стал выжимать шерсть, и выжил из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Геодион Богу, «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделай испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в эту ночь. «Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса». Судей. Книга. Глава седьмая. Ировал, он же Геодион, встал поутру, и весь народ, бывший с ним, и расположились станом у источника Харода. Мадиамский же стан был от него к северу, у холма море, в долине. И сказал Господь Геодиону, «Народа с тобой слишком много, не могу я предать мадинитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мной, и не сказал, «Моя рука спасла меня». Итак, провозгласи вслух народа, и скажи, «Кто боязливый робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада». И возвратилось народа двадцать две тысячи, а десять тысяч осталось. И сказал Господь Геодиону, «Все еще много народа, веди их к воде, там я выберу их тебе. О ком я скажу, пусть идет с тобою, тот и пусть идет с тобою. А о ком скажу тебе, не должен идти с тобою, тот пусть и не идет». Он привел народ к воде и сказал Господь Геодиону, «Кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того ставь особо, так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить». И было число лакавших ртом своим с руки триста человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Геодиону, «Тремя стами лакавших я спасу вас и предам Мадинитян в руки ваши, а весь народ пусть идет, каждый в свое место». И взяли они сестной запас у народа себе и трубы их, и отпустил Геодион всех израильтян по шатрам и удержал у себя триста человек. Стан же Мадинитян был у него внизу в долине. В ту ночь сказал ему Господь, «Встань, сойди в Стан, я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в Стан ты и Фура, слуга твой. И услышишь, что говорят, и тогда укрепятся руки твои и пойдешь в Стан». И сошел он, и Фура, слуга его, к самому полку вооруженных, которые были в Стане. Мадинитяне же, а Маликитяне и все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдам их не было числа, много было их, как песку на берегу моря. Геодион пришел, и вот один рассказывает другому сон, и говорит, «Снилось мне, будто круглый ящменный хлеб катился по Стану Мадьянскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинулся его, и шатер распался». Другой сказал в ответ ему, «Это не иное, что как меч Геодиона, сына Иасова, израильтянина». Предал Бог в руки его Мадьянитян и весь Стан. Геодион, услышав рассказ, сна и толкование его, поклонился Господу и возвратился в Стан Израильский и сказал, «Вставайте!» Предал Господь в руки ваш Стан Мадьянский и разделил триста человек на три отряда и дал в руки всем им трубы и пустые кувшины и в кувшины из петильники и сказал им, «Смотрите на меня и делайте то же, что я». «Вот, я подойду к Стану и что буду делать, то и вы делайте. Когда и я, и находившийся со мною затрубим трубою, трубите и вы трубами вашими вокруг всего Стана и кричите, «Меч Господа и Геодиона!» И подошел Геодион и сто человек с ним к Стану в начале средние стражи и разбудили стражи и затрубили трубами и разбили кувшины, которые были в руках их и затрубили все три отряда трубами, разбили кувшины и держали в левой руке свои светильники, а в правой руке трубы. И трубили и кричали «Меч Господа и Геодиона!» И стоял всякий на своем месте вокруг Стана. И стали бегать во всем Стане и кричали и обратились в бегство. И между тем, как триста человек трубили трубами, обратил Господь меч одного на другого во всем Стане. И бежало ополчение до Бевшитты и Цареры до предела Авел Михолы Блистабафы. И созванные Заритяне из колена Нефалимова, Оссирова и всего колена Монастена и погнали за Монитянами. Геон же послал пословно всю гору Ефремову сказать «Выйдите на встречу Мадянитянам и перехватите у них переправу через воду до Бефвары и Иордан». И созданные все Мадянских Арива и Зива и убили Арива в Сур-Ориве а Зива в Ейке в Зиве и преследовали Мадянитян. Голов же Арива и Зива принесли Гедеону за Иордан.